приветствую друзьям подражаем играть штормворкс сегодня у нас будет первое дело по нефтяной добычи то есть как бы денежки я насобирал технику я подшаманил можно принципе заниматься уже и собственно добыча да уча с первым делом это все сегодня займемся добычи нефти да а потом это нефть переработаем и получим из нее керосин и дизель но у меня сейчас пока что больше интересует солярочка потому что у меня все ну практически все вот эти вот заправочные станции практически подходит к нулю то есть где-то там 3000 осталось это еще меньше в общем давайте сегодня заработаем ножка дизеля а потом уже следующих видосика будем развивать свой бизнес то есть продавать вот это все топливо либо нефть в общем ну и зарабатывать соответственно денежки короче друзья что мы сегодня делаем мы сегодня я нахожу здесь кстати какое задание появилось на целых 19000 и принципе радиус поиска небольшой блин так манит мне это задание конечно но дело в том что мы цунами сейчас будет да а нет вулкан но может быть цунами как раз будет ну блин не не знаю что делать друзья так столько дел сегодня то что надо было там задание вылезти а прям не знаю теперь чем чё теперь делать у меня планах просто поехать отсюда запустить нефтяное производство но дело в том что если мы с этой локации уйдем то все это нефтяное производство остановится то есть надо нам присутствовать там в прадиусе где-то 2 или 3 километра ну вот поэтому подгоним технику сегодня мы поедем просто на фуре да ну суде нас эти железная дорога но потом конечно же мы будем все это перевозить на поездах кстати а где у нас нефтеперерабатывающий заводик у нас он где-то короче хрен на него при на него там мы сможем только продавать нефта вот где-то у нас есть военный аэропорт аэродром короче вот военная база точнее да да где тут милитарий госпиталка еще военный госпиталь и где-то вот в этом районе подождите где я тут видел можно было сдавать керосин что я путаю подождите где-то можно было продавать керосин ладно в принципе этому полетаем поищем хотя бы нам попробовать тогда уже нефть сбалить я помню что мы-то на танкер загружали почти где-то тут вышка есть мы там покупали 100 100 тонн что лишь что-то в духе короче сдали и заработали нормально держать не они 100 тонн это обманывать где-то или 50 или 80 не помню уже честно друзья не помню вроде стрим у нас вот она вот на этот раз мне покупать не будем мы будем добывать и вот на этой вышечки ну не знаю сколько там нефти у нас будет ну посмотрим вот нефтяные вышки то принципе нас еще есть четыре штучки на этом острове когда закончится мы тогда переберемся переберемся у нас тут где-то есть еще в океане вышка вот там уже мы будем уже строить огромную нефтяную платформу вот реально огромную она пошла реально огромная она там реально построить целый заводище причем можно построить также небольшой аэропорт да и вертолетную площадку короче у меня как процесс лица уже идет я каким потом покажу потому что вот здесь показать вам не получится это показать потому что мы можем только поставить маленькую платформу а друзья давать короче блин я-то хочу то задание выполнить в основ потеряем деньги олив деньги время 19000 мы можем на только на валите кстати 22 километра смотрите грузовичок у нас постепенно уезжает мне это не нравится ну-ка куда тебе сносят несмотря на то что ты стоишь на ручнике на его ветром по ходу сдувает вот кричи хер знает что делать насчет тузаин 22 километра могли бы принципе быстренько создать план друзья давайте это оставим на потом ну на деньги принципе у нас есть очки науки есть пока что на этом я спокойно вот привел псов сюда стоять куда пошел куда это заглыд заглыд ты будь здесь чем он подруга ждет или подруг все все находите здесь потом мы куда-нибудь вас переместим чтобы цунами тут вас не достала грузовичок здесь он заправлен друзья пошли до сиках мы в принципе настроили как бы все нормально все хорошо заводим поехали тогда подцепим к нему подцепим к нему что-нибудь в общем да свет вырубим габарит включим погнали подцепим к нему короче цистерну и попытаемся сколько там нас 37 37 кубов она у нас получилось вот конечно попытаюсь сегодня столько же добыть дизеля интересно это посмотреть будет хотя бы не столько потому что люди у нас там на нефтяной вышке дизель и уходит еще на сжигание в печку то есть получается если у нас добавится с нефтью керосин и дизель одинаковых пропорциях то получается что керосина должно быть больше вот можно будет конечно емкость до добина это цистерна где мы перезвить топлива нефти все такое ее развито несколько частей как вот мне даже кстати писали на несколько частей то есть как бы одна часть там заливаться будет там одно топлива на другую часть другое все пока что тормозим ставим наручничок и давайте выходить побежали попрыгали так сколько вам стопы я проверяем ну сря ой керосиночка 200 ну офигеть а тут 2 600 и свете друзья топы кончается ну нафиг мы сможем даже и так посмотреть да вроде можно да вот g1900 даже получается общая топлива у нас да да хочу даже 1900 у тебя тут 2 ладно не будем спорить короче давать нельзя спауним full танк я немножко подшаманил там еще какой-то хрена тень какую-то вверху влепил ну чтобы мой типа моли сюда залезать что ли не знаю на кучу я позвал там в реальной фотки вот этих вот цистерн в общем как-то вот так и тут мужчину какие-то приколюхи было подцепить ну блин некому друзья в общем поставил а вот у меня три насоса потом на нефте на нефтяной вышки три насоса будет качать у нас топливо обычно три трубы которые идут у нас в эту сраную цистерну да у нас будет полненько сегодня у нас топливом вот принципе все тут настроено после хвилосика когда мы делали эту цистерну там не кнопочки не были подведены там еще какие-то в общем сейчас все подвел работает и габариты дальнесветку все все короче полностью до цистерна работоспособна давайте спауним сколько нас по нигам остается 195 отлично друзья нам даже хватает на нефтяную вышку вместе с заводом я уже присмотрел то есть да да меточку мы это убираем и можно принципе вообще убрать вот едем сейчас сюда сюда едем сюда все потестируем на работоспособность от фуру дату потестируем потом будем тестировать поезд куда-нибудь отвезем еще короче да сегодня такой тестовый тест тестовый тест так давайте подъезжаем сейчас все это дело подцепим и полетим строить нефтяную вышку так еще чуть-чуть так работает работает стопори ну давай давай газы я по поводу вот этих вот колес до сдвоенных я пока что не знаю когда делается на роде как через хмыль как-то да мне там подсказывали это просто я с одной фуры взял скопировал ставил то есть меня там в дискорде скинули эту фуру я скопила себе то есть то же самое дискорде мне сказали я не знаю как это делать взял скопировал сюда вставил вот таким вот образом как научу сделать обязательно взявим друзьям и об этом сообщу и покажу соответственно так берем кабеля давайте первым делом аж подключим это у нас электричество очень подключил то есть взял взял все электричество у нас подведено свете дверь кому закрылась сейчас как только подведем информационный кабель на загорится тут габаритки загорятся до загорелись все работает так надеюсь она у нас пустая да друзья читают не очень помню подвел я гальчику вроде подвел из электричество есть наш подвел диста что там не выставил максимальная вместимость цистерна принципе да и хрен с ним все убираем опоры и в принципе друзья в путь начинается евро трак симулятор или что он ворс трак симуляторах короче по аналий чайм драйв сейчас фура естественно пустая у нас наш грузовичок шутинка поедет эти давайте сохранимся иначе иначе что-нибудь случится блин ну классом друзья давайте выйдем на дорогу там у нас получается полоса для взлета вот пустая фура пустая цистерна то есть мы сейчас едем едем зарабатывать зарабатывать и получать топлива получать топлива добывать нефть короче теперь нас помню как все это дело делается я да она будет поспоминать тут нас пока топлива есть ланька давайте разгонимся тут походу на бугор да соточку и но соточку это нормально для скорость так рыбацкое судно активировал транспорте так подожди я чуть отвлекся рыбацкое странное судно вот едем вот принципе два километра все кучу друзья подъехали 700 метров осталось чуть такой москит развалины где-то у нас вышка блин как всегда туман что-то да и не может нормально быть погодой всегда что-то портится то ветер то ураган то цунами то еще какая-то хрень взяли практически подъехали давай час как-нибудь встанем вот у нас если что заливать с этой стороны вот на вышке сделал так что можно и заливать топлива и сливать топлива поэтому универсальная такая вышка но сливать и то есть заливать зачем туда топлива тоже не понимаю но на всякий случай сделал короче вот так вот давайте пока тут остановимся я не очень помню где нас бочки с топливом расположены так тормозим так спауним нашу структуру это у нас сразу нефтяная вышка и перерабатывающий завод немножко подшаманил ее тут поставил такую будочку потом дальнейшем конечно еще у нас будет разрастаться то есть как бы тут аж пока простит простецкая поставил здесь вот эти шланги и огнетушитель а вот потом марафета навести контроллер потом спрятать кнопочка отвечающая за свет на вот этой установке как бы ну я вот не помню даже показывал ему или нет что у нас совмещенное теперь есть и добыча нефти и также это колонна артификационная да вот все ради все отличненько спауним 85000 все это дело стоит все заспавнилась замечательно и нас остается что 10 тысяч крутяк значит у нас вон там слив вот эти вот коннекторы да можно по сути поставить где-то здесь фуру давайте подъедем так что к на передачу включить вот у нас заливается наш принципе должно нормально шланга хватать тестировал до хватает все тормозим ставим ручник паркинг выключаем принципе свет выключаем все топлива у нас практически грузовичок не жрет температура сушь уж темно про мне грузовик очень нравится вообще классно так ну не знаю ставит опор или нет что это вообще даст просто видите грузовичок немножко сносит кстати вот я не помню я ручник подводил на вот эти колеса могу не могу вспомнить и нам сейчас проверим это на нихера не проверим ободречь стоп фолос значит не подводил тут на связи ручник стоит да так где тут да тут true ну пускай пока стоит если что-то за подъедем итак друзья процесс добычи нефти начинается начинается с этого мгновения тут же самое главное чтоб все работало ну вроде бы я все тестировал да и кстати там где я собираю большую нефтяную вышку там у меня уже постепенно все переходит на сокращенные контроллеры тут у меня чипы стоят кучи хера херня всякая там конечно все будет по крутицки итак открываем тут облудку у нас разыграется свет это у нас даже видите не перенавал это отвечает за свет на вот этой установки принципе друзья можем по сути начинать дай бог вспомнить как все тут это дело нас активируется значит у нас жижа есть да отлично к этому спустят автоматически будет откачиваться и фильтроваться и возвращаться все сюда печка у нас здесь вот все вроде как настроено это все работает контроллер я поставил управление насосом да тут у нас насос откачки насос закачки то есть тумбер переключение насосов то есть сначала мы включаем тумбера потом уже к нужен нам насос индикация работ насосы ну и собственно флюид это сколько у нас там топлива слушаю я не знал что такое можно замыть и да давайте не будем уже читерить не будем к сюда читерить друзья ну нафиг я просто спавнером там ну тесты проводил поэтому берем спавнер вообще получше по хорошему надо удалить все вставляем 0 тут у нас помню я такой вообще спавнер друзья даже убрал он нам тут по сути нафиг не нужен давайте удаляем закрываем блок удаляем закрываем блок все друзья вроде бы как все теперь работает все настроено единство что ну-ка давайте сейчас проверю диальчик у нас от 37000 тут у меня настроено все до 37000 все подключено главное электричество подключено да и значение тоже с флюидметра выведены давайте сохраню еще раз и теперь спауним дети сумма почти не поменяла зато у нас там офиге 37 тонн соля рачки было вот ну мы надеюсь сегодня добудем значит в чем и делаем мы тогда становимся за этот пульт управления короче помина и начинаем вспоминать как все это дело работает значит вроде вам говорил что да вот вы индикации то есть какой стержи мы взяли не каться там у нас тут нет значит так как у нас тут еще не про больно я не знаю какая глубина потому что везде на разных сидах карты и да это глубина может быть разный и собственное количество нефти тоже может быть разные поэтому давайте приступать значит кнопочки в с это вперед-назад давайте посмотрим управления вода кламп туда-сюда лев прайд это двигаться up down это у нас стержень опускать да и space это зафиксировать стержень отлично вот зафиксирован загорелся индикатор отодвигаем и теперь давайте перемещаем его суда и шабая спиру нужно просто нам провалить провалить при друзья честно уже забыл кламп род коннектор воде да вот так вот до зафиксировать и надо теперь мы этот отфиксируем убираем теперь опускаем насос вот и включаем а то есть да вроде бы так еще фиксируем его включаем и включаем вращение и пошла жара друзья честно немножко забыл так это нас глубина до глубина дрели и собственно скважины это у нас добытая нет все начинаю вспоминать друзья а то что я уже немножко растерялся у нас же грязная грязная жижа там начинает собираться до уровня на месте стоит никуда не уезжает туда точно по нулям вот точно по нулям вот соответственно нефть тоже должны быть по нулям до нефть 0 единственно что у нас это только жижа и так у нас насосик практически опустился то есть стержень есть значит отконекчиваем и убираем теперь перемещаемся к следующему стержню берем опускаем его вот загрел синдикатор теперь мы это все дело connection а это от connection и далее все скважина пошла дальше будет но друзья глубина скважина может быть различным там вроде от 30 до 100 метров то есть это как повезет но причем если ошибаюсь когда от гадик писал по нефти дал бычь и да у нас я вроде как раз таки вот на вот этой платформе был глубина вроде 80 метров у меня было и либо о-о-о-о это чё у нас такое нифига себе знаком в таком радиусе и искать на танках написано транспорте до активировано я как взял в это задание но уже поздновато там уже сколько что тут еще осталось вот короче я добавил еще здесь то глубина или 30 или 50 метров вот не помню уже не помню так тут нас на 4 метра только постичь на губаре 5 до процесс бурения это немножко такой долги да но зато в принципе можно заняться чем-нибудь еще например этот индикатор он кстати ни за что не отвечает вроде как я раньше думал поставить то есть индикацию не это как настолько добудется на нефти то у нас индикатор загорится вот я этого не сделал почему-то но на большой вышке вроде бы это все работает 7 метров ну-ка что друзья давайте дождемся дождемся когда мы добудемся до нефти тогда уже будем продолжать эту нефть и сюда перекачивать и соответственно разлагать на керосин и солярочку и так я докопался до глубины 43 метра чуть-чуть появилась нефть а ну-ка все пошла тихо отключаем насос все вот он друзья у нас и нефть теперь роторе в принципе можно отрубить нефти у нас должна сама по этим вот стержнем передаваться в резервуарщик отличника друзья вот уже по чистке куб набежал давайте посмотрим плохо тут освещение сделал да вот друзья у нас уже нефть почти куб сюда уже набежал на кстати на будет цена заметочку себе оставить то что надо будет освещение сделать либо подсветочку вот этих вот дяльчиков на дальше мута открываем вот эту вот задвижку вот сейчас по идее должна нефть у нас наливаться суда так чуть нас 1600 да да вот он друзья вот наполняется то дойдет до определенного уровня в принципе уже можно взять печку разжигать вот температура и нефти получается 20 до вот все печка разгорелась еще нас туда же свет пошел ништяк все друзья процесс у нас пошел 1700 уже накопали 1700 1700 блин а было бы неплохо жить это сколько мы сейчас сколько у нас получается а это сколько мы уже получили до учетом того что мы еще где-то грубо говоря куб сюда забрали итак температура у нас как будет 300 больше 300 градусов у нас уже пойдет нефть разлагаться на керосин с лярочку на как пропорциях 230 первым же делом вас конечно же пойдет это керосин потому что у нас никуда не тратится не расходятся в отличие от дизеля с лярочки с лярочка у нас будет часть идти на печку да тут нас у меня все продумано через клапаны крыши через насосики крыши идет часть печечку принципе у этой печки расход не особо большой вот поэтому и получится у нас хорошее количество и дизеля и керосинчик а так температура у нас уже за 300 за 300 и сейчас потихонечку должна вам да друзья вот она и вот она наше первое топлива немножко керосин начал капать в эту емкость тут соответственно ничего нету блин и кстати освещение плохое как только у нас наполнится вот эти вот баки наполнится сама печка с лярочка и вот эти баки у нас пойдет с лярочка набираться в этот резервуар как только мы хотя бы половину наполнен можно будет вставлять уже сюда шланги фуру хоро что конечно ночь кровати у меня к сожалению нету не предусмотрел да вот не простите на мне можно бы хотя бы здесь то дело поставить естественно если мы сейчас перезаспалим эту всю постройку у нас все это нефть и прочие продукты все это пропадет единство что скважина у нас останется но придется стержни вот эти все опускать вниз и законы чего цена вас это конечно быстро процесс пройдет но все равно не кайф так 3500 нифигасе слушайте мы по пока что нормально честно идем действие что вот не помню сколько тут объем вспомню сколько объем нигде это не указывал 96 люди бы тон нормально так и так что там с лярочка пошла на как да друзья солярка солярка уже тоже копится значит керосинчик 300 емкость получается на где-то тут около 30 37 тонн ну как будет подходить к 30 . можно будет пока что эту колонну отрубить так фура нас куда не уехала никуда не уехала мы можем показать что занимался какими делами это взять шланг и проверить все ли нам хватит вот я думаю хватит хватит берем шланг вставляем сюда и погнали цепляем теперь его суда блин плохо реально что ничего не видно у нас ночь так и чего где шла так я понял короче его нужно тащить не переключаться на фонарики иначе произойдет что не что страшное так вот все присоединили получается ну тремя насосы будем откачивать это будет много гораздо эффективнее вот да все есть отличненько тут же у нас пусто все пуст замечательно давайте еще тогда два насоса подсадим чем с количеством 400 литров а здесь 800 ну вдвое больше чё по нефти 4600 друзья нифига себе нормально идем чтобы кстати остановить перекачку нефти нам нужно а чё нам нужно я не помню уже что-то нажать нужно скорее всего тут ротарик ламп вот рекламп либо херу уже честно друзья не помню вроде бы да или спиннер кламп или просто стержень поднятия в общем ладик часто давайте возьмем еще один шланг все друзья три шланга соединил что нам у нас по топливу тут 1400 тут 1000 1000 так ну друзья то даст вас подождать к сожалению доверен кровати не хватает и вообще-то печально конечно все у нас когда сейчас полночь самый разгар ночи да ну подождем хотя бы наберется тут и не знаю десяточка хотя бы было вообще шикарненько так друзья короче целую ночь я про ждал у нас еще кстати накопилось 18 кубов но с учетом того что у нас сейчас расходуется конечно значит 18 кубов есть по керосину по керосину нас уже 8700 набежала а по сляжечки 7500 можем по сути немножко уже начинать перекачку для этого мы сейчас тогда включаем рубильник вот этот значит шланги самое главное что мы подсоединили к фуре теперь включаем памп-аут памп-аут и теперь у нас это сляжечка пошла в грузовичок полить посмотрим да вот наполняется наша фура давайте хоть на сколько заполним просто мне даже интересно вообще в весь этот процесс честно ну сколько тут 7 7 кубов мы сейчас закачаем отвезем к себе на базу блин вот уже обучим заправить танкер ну хотя я конечно маловато просто дело в том что хочу в следующем видосике уже заспаунить и танкер на этом танкере продать и ну либо лифт либо топлива но опять-таки топлива вести продавать это очень далеко мы можем пока что хотя бы нефть продать у нас нефти пока что ну 19 кубов набежала 19 это очень мало но уже 3400 быстро откачивает значит смотрите мы можем просто что сделать взять сюда перекачать нефть сколько-то 37 кубов да тут откачка нефти у нас также осуществляется вот есть даже да можем откачать нефть вот все тут подключено все как бы есть единственное что может быть зря сделал один коннектор да это будет немножко долго но ничего страшного покачаем и попробуй продать нефть а сегодня мы чисто мы зарабатываем для себя и для топлива который нам понадобится для танкера мы можем даже танкер подогнать сюда на фурии подъехать сюда средств танкер суда и от тут а тут принципе тоже грубо говоря не за горами и слушай даже еще можем проще сделать так как у нас танкер до хера жрет мы можем даже на на фурии привести нефть сюда отсюда досюда принципе на танкере отвести это нефть продаетесь выбрал тут пара метров и даже солярки не особо потратишь да друзья это мне кажется с такой оптимальный вариант будет так еще почти 5 . есть нефть у нас копится замечательно 20 кубов уже фигеть 20 мать его кубов и тут у нас десяточка и так друзья сколько там он закачать посмотрим семерка так 8 кубов закачали нормально взял 8 кубов у нас в плюсе отлично можем по сути пока что на этом остановиться значит давайте до шланги мы уберем шланги убираем возвращаем их на место тумбер то тоже выключаем все пускай у нас немножко солярочка копится и заодно друзья проверим мы сейчас туда смотрите мы находимся тут а до наши до нашего терминала сколько километров три километра друзья вот я не знаю насколько как бы вот эта зона влияния ли спауна вот этих вот объектов у нас вроде кто-то меня 2 километра то есть мы за 2 на 2 километра уезжаем вот эта вся постройка у нас как бы деактивируется получается вместо нее там как это то . или пиксель короче но она не работа нас и грубо говоря на карте этого объекта у нас не будет как только мы к ней приближаться соответственно все это появится давайте примерно запомним вот эти значения у нас тут получается 21 10 и тонна давайте сейчас отъедем все это вывезем приедем потом посмотрим сколько у нас короче ему заработалась так включаем драйв и погнали так свет габарита можно врубить все друзья полный бак ну вот какой там полная единственное что я забыл это закрыть дверцу закрываем дверцу так закрываем эту дверцу что погнали друзья куда нам ехать там ехать туда снова у нас штормок страх симулятор разворачиваемся едем снова на базу так и еще друзья насчет того как мы будем топлива это обратно будем спавнить спали прицепа либо знак сливать посмотрим сколько будет по времени эти слив может быть тогда просто действительно заспавнить его можно будет еще один пёс лет нифига сколько тут псов фигеть то сейчас уже 3 будет а он еще кто-то бегает а то кролик тут походу у них своя своя игра так друзья мчим каша решать что не подарок а вон у нас дорога до давать по дороге нормальный как цивилизованные порядочные люди поедем то сейчас не до бог где-то сейчас все упаду или где-нибудь съеду у нас все это дело вылится да если мы повредим этот сустерну чкунуть врежем сято у нас так астаны получать собаку он все это дело вылится поэтому тут она предельно аккуратно иначе мы все эти восемь кубов потеряем так видно наш постройку далее еще отсюда вижу он сдалека вон она значит давайте создадим назад это сейчас реально будет немножко тяжело сделать но попытаюсь сдаем сейчас развернемся сдадим назад попытаемся сюда дело сначала откачать если не получит качать но засты смысле это будет очень долго то тогда мы просто отстегнем прицеп да и так поджинаем нет в другую сторону по рунда да вот сюда вот эти меня были проблемы короче стало максимально близко давайте выходим посмотрим да значит где у нас дизель всегда вечно путаю закачать нам на судана да получается да и придется один насос и мне кажется это реально долго так 8 200 7 600 мне кажется проще было перезаспавнить то есть ну чисто вот этот прицеп заспавнить ну так уж и бы друзья ладно время у меня пока как бы есть пойду сейчас займусь своими делами короче пускай все это дело тут сливается же 2 2 куба осталось 8 там есть замечательно давайте значит что сделаем поставим его на ноги и вот это отцепим сейчас там же пофиг да он уже будет работать качать все насосы как бы нам не нужны не за что давайте выкинем здесь рядышком кабель и я хочу съездить посмотреть как там поживают псы и посмотреть что там у нас с баржей получается так 1200 осталось и еще отцепить вот все отцепили замечательно помчали сгоняем по-быстрому что пешком как бы далеко бежать все погнали поедем посмотрим по-быстренькому посмотрим и кстати почем это баржа у нас у нас осталось 111 тысяч я короче прям в нау подъеду прям прям на причал да тут у нас волна бушует лень просто пешком идти так все тормозим паркинг уходим кстати баржа вот это точнее баржа танкер у меня подвергся таким кольдом и кардинальным изменениям там через тигр мне помогал в этом плане так где у нас он есть вот он соляры сюда 2020 2020 ключи вроде бы он флюид фильтр и все а сколько стоит охренеть 194 тысячи то есть нам друзья еще нужно заработать 83 тысячи чтобы я заспалил эту баржу ой баржу танкер вот не хило конечно да но у нас тут возможно баки заполнен хотя на меня столько же не даже мы заполнены да ну-ка дать посмотрим полный бак полный бак и баки у нас есть также для перевозки то есть вот он у нас огромненький большой такой бак где тут у нас тут нас флюид спавнеров нет а вот он все таки да тут нас пусто все короче да друзья я что-то думал чуть подешевле будет но окажется нифига соляры чуна слишком дорогой слишком дорогой короче но тогда друзья остается зарабатывать там деньги дай зарабатывать ну соответственно я думаю мы отработаем все деньги если мы перевезем эту нефть то есть заработать то есть которую мы добавим нефть мы перевезем продадим вот но что на грузовике нельзя это все дело продать а ну-ка да как бы нельзя бы его первых блин можно знать еще сделать а ну-ка я что-что придумал ну-ка дальше посмотрим можешь есть вот эта хрена тень light weight обновлены если мы сюда еще два кастом бака и они кстати довольно таки огромные можно куда-нибудь здесь вонзить либо в наглую залить вот эту часть всю нефтью все это спальное место да и хочу залить и двигатель залить к все это место за это мне кажется утонит соляры че-то твой не соляры чай лайтвей может быть обычный баки суда впихнем пихнем и привезем хотя бы часть нефти ну конечно посмотрим взял ладонь когда потом потом еще я буду об этом все думать давайте сейчас посмотрим что там с сами как они не сбежали никуда так выезжаем лана не провалиться в воду в океан ну не провалиться в океан ладика быстренько сейчас загоняем вас сам поздоровай с ними вот и поедем надо починим чем-нибудь заспавним такое грандиозное так псы слышу слышу дыхание этих псов вот он так куда вы собираетесь убежали ну да твои места возле параши все стоит там короче это хрена тень сейчас уже перестала поворачивать нормально не хватало еще передок разбить это то что мы никуда не тронемся так а ну-ка так он все стоит тормозов нету офигеть ну чё класс короче комбо друзья и тормозов нет управления нет сейчас там как-нибудь до этого же д депо доехать солярочка вам сейчас слилась до 10 кубиков отличника это не то не можете радовать да вот точно короче починили грузовик друзья волю ему так высоко офигеть такой высоты упал слава богу все нормально короче друзья едем туда забираем прицеп заводимся больше никуда не врезаемся короче друзья какой-то интересный баг произошел то есть я даже ничего не жму никакие кнопки у меня начинает техника сама ехать вот как сейчас попытаюсь снова перезаспавнить короче и сделала так чтобы он с высоко у нас не прыгал офигеть он по я ничего не жму он просто разгоняется загоняется то есть короче какой-то у нас автоматический газ все тормозим никуда не едь снова даст но повышает обороты так спавлю и давайте сейчас туда опустим он по максимуму вниз так вот ну-ка сейчас заведем проверим что медали вообще нифига не нравится теперь перезаходить в грунта что ли друзья на какой-то баг произошел непонятно давайте перезайду и так короче перезашел вроде бы все нормально всем газу все отличника тогда едем забираем прицеп у нас цистерна все ближе ближе к этой колонке становится еще чуть-чуть еще чуть да блин чё так боюсь газовать да все отцепили теперь пойдем реально подцеплять блин я заспавнился один проводочку нас получается исчез до можем каша там один взять но потом надо будет его обязательно друзья вернуть так цепляем здесь здесь странная вообще-то вещи такие нужны пропадать вот это подцепили все это работает отцепляем здесь возвращаем это здесь включаем 10 600 на 100 полива друзья нормально прям хоть что-то мы сегодня добыли да не покупали а именно добыли так вот этому что же шнягу убираем ну-ка давай сейчас отъедем посмотрим может быть это кабель очки то валяется первое панали мне нифига что-то не вижу ну давайте посмотрим не анима короче исчез исчез один кабель но ничего страшно мы к чему-то саза спауними обязательно его верну до панали друзья на нпз на нашу нефтяную вышку посмотрим что там у нас поменялось что изменилось кстати 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 а тут у нас пусто да тоже пусто надо будет добавить сюда сварщик потому что ну вот видите беда на сегодня случилось поэтому от непредвиденных короче это последствий лучше взять с собой сварщик погнали посмотрим что там у нас добылась что-то не добылась но скорее всего у нас все дело зафризилась потому что нас как бы там нет возле девчонавышки он друзья вижу на вижу нашу установочку с этих кролики зайцы до сих пор бегают вон псы стоят может быть то волк не пёс были меньше тире за счетом у нас она собиралась пыхтит наша установочка видите он нормальненько слушай мы давайте мы нарастаем а ну принципе так же и станем возле этого стола мать его так вот паркуемся здесь драйв выключаем все ненужное включаем двигатель и пойдемте выходим посмотрим блин странная ночь опять я приехал у нас темно и опять я забыл кровать взять ну в принципе ладно итак что у нас тут 2 400 12 кубов дарь как принципе можно видеть то что реально пока нас не было все это установочка как бы остановилась вот то есть нам обязательно нужно присутствовать здесь чтобы все это дело добывалось соответственно все работало и да короче вот это немножко геморно но ничего страшного друзья короче у нас еще она собиралась два куба здесь у нас 12 кубов как бы нормально значит давайте зарабатываем тогда деньги будем зарабатывать деньги тогда чтобы мы за могли заспавнить танкеры и на танкере уже и заработаем еще больше денег и конечно же в дальнейшем будущем купим нефтяную платформу купим она в принципе подождите где она а нет она вроде не продается или не продается не помню и там уже будем развиваться по крупному там можно построить дом по счастью посадочную площадку ключи там много дел можно замутить вот соответственно и техника нужна и возможно как раз таки в таких больших объемах и масштабах производства нефти вообще нефтепеработки нефти добычи и транспортировки логистики и там сюда духи короче надо это надо короче мотить стримы вот что хотел сказать да потому что одному тяжеловато то есть нас кто-то должен оставаться на работающей установке кто-то должен перевозить нефтепродукты либо тоже нефт а третье возможно где-то будет по морю кататься четвертый будет кататься по поездам то есть как вы видите у нас у каждого свои будут теплядности и дела в общем об этом я подумал муж когда замутим реальный стрим и каждого свои обязанности рассмотрим и если что тогда в дискорде либо где-то я сообщу об этом более подробно друзья но тогда на этом с вами прощаться следующих видосик опять немножко по заработаем деньжат пусть это установочка работает я буду постоянно пролетать мимо нее чтобы мы хоть какая-то капелька у нас нефти тут добывалась заодно полетаем посмотрим где там у нас завод где принимает керосин на керосин я знаю что где-то вот в этой области было поищем конечно друзья на этом все всем спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео всем пока до встречи в следующем видео